Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую, сегодня будет новое видео, в котором мы проверим зарплату, потому что вышло обновление, майское обновление, там туда-сюда, и подняли зарплату на дальнобойщиках на 20%, и сегодня мы проверим, сколько мы сможем заработать за час на максимальном скиле. У меня 120 уровень, дальнобойщик это максимальный, который сейчас можно вкачать, и также за моей спиной находится газон, третий чип нитро, на котором мы сегодня будем работать. От вас хочу увидеть максимальную активность, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры не забывайте использовать мой промокод, вводить промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получаешь очень приятные бонусы, денежку, плюшки там и так далее, поэтому не забывай вводить. Ну что ж, ребятки, давайте получается начинать работать, у меня денег 0, как вы можете заметить, то есть баланс у меня 0. Начинаем получается работать, берем наш первый рейс, то есть как вы можете заметить, зарплату увеличили на всех рейсах, то есть абсолютно на всех рейсах, увеличили зарплату на 20%, то есть это очень хорошо. Для того, чтобы нам было более понятно, сколько я заработаю, я решил работать именно, получается, на газоне. Давайте засекаем время, допустим, у нас сейчас, ну, в 12 мы начали, то есть, в час мы должны, например, закончить. И давайте я еще, знаете, что сделаю, я уберу, получается, чтобы я не сдал рейсы от компании. Вот себя будем рейсы, короче, сдавать, не от компании, для того, чтобы точно знать, сколько мы заработаем. То есть, штрафы, я могу, как бы, ехать на красный, я их оплачу, в конце, получается, наш эксперимент. Что получается, я могу сказать, то, что я работал, когда изначально вышла обнова, и зарплата была плюс 40%, и я тогда смог заработать за 30 минут 1 миллион. Но сейчас, как бы, порезали зарплату, и я, наверное, заработаю где-то, ну, я предполагаю то, что лям 200, лям 300, возможно, я заработаю. То есть, я буду возить рейсы именно большого скилла, то есть, все рейсы я буду брать большого скилла, все, абсолютно все. То есть, если они будут большого, буду брать уже маленький, какой будет. Но буду стараться возить именно большие рейсы, чтобы вам показать максимальный заработок, который вы сможете достичь на этой работе. Вот, у меня максимальный скилл дальнобойщика, я сам его прокачал, мне его не выдавали. Это лично мой настоящий скилл дальнобойщик. Поэтому именно сегодня мы проверим, сколько мы сможем заработать, потому что мне само интересно, поменялся ли заработок реально, либо просто там эти 20% особо ни на что не влияют. Самое, наверное, печальное то, что меня может крашнуть, потому что сейчас, как бы, ну, только вышло обново, есть какие-то недоработки, баги. И иногда, конечно, может тебя и крашнуть. Если меня крашит, мы на этом очень много времени потеряем. Кстати, кто не в курсе, получается, Тесла Сэми, ей увеличили скорость до 196. Если вы вдруг хотите ролик по поводу Теслы Сэми, то напишите об этом в комментариях. У меня, как раз, у знакомого есть хорошая Тесла Сэми, про которую можно будет записать видос. Но я своей позиции все равно придерживаюсь, то, что я буду на Рено Т ездить. Хотя, ну, я мог бы ее продать, там, купить и Теслу Сэми, и Газон. То есть мне хватило бы приобрести две машины. Но у меня, как бы, Рено Т, ФУ зеленая. Мне она, как бы, нравится, мне на ней комфортно ездить, поэтому я ее продавать не собираюсь. То есть мы будем возить именно рейсы обычные. То есть от компании мы рейсы брать не будем, потому что в той компании, где я состою, в Адигамовых, у них пока что нет улучшения. Но в будущем, через пару дней, я думаю, она появится. Просто, не знаю, можно будет еще потом отдельно записать видос, как я буду чисто возить рейсы от компании. Но я не знаю, есть ли в этом смысл. Там хотя бы больше платят, но не всегда. Так, ну мы доезжаем уже, получается, наш третий рейс. И у нас уже есть почти 200 тысяч. Я считаю, идем очень даже неплохо. Газон в этом плане, конечно, ибо, то, что нету комиссии. Ну, а так, в целом, мне и на Рено Т неплохо, как бы, ездить. Тоже прикольно, атмосферно. Но по заплате, конечно, чуть-чуть поменьше будет. Ну, как-то все очень печально, на самом деле. То есть, я вот даже примерно понимаю. То есть, прошло уже почти 20 минут. То есть, за 20 минут мы заработали 350 тысяч. То есть, примерно мы заработаем лям. Лям 100 где-то. Я что-то так думаю. Ну, блин, не будем, как бы, делать, конечно, поспешные выводы. Но посмотрим, посмотрим. Ладно. Если это будет стабильный лям, то, в принципе, нормально. Так, я привез у нас уже почти 500 тысяч. Но я не знаю, как там медленно все равно. Деньги копятся. То есть, прошло уже почти полчаса. Сейчас я возьму еще один рейс. Получается 61 тысяча. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 ну что ж ребятки я не буду тянуть как бы время уже сразу вам покажу результат я смог заработать получается за час 1 миллион сто пятнадцать тысяч но мы берем нажимаем оплатить все штрафы и оплачиваем штрафы которые мы смогли накопить за это время у меня было кипка поэтому у меня как бы это будет дешевле то есть оплачиваем и чистыми мы заработали 1 миллион восемьдесят тысяч я считаю это очень даже неплохо это реально хороший результат потому что ну бывало не было хороших просто рейсов и я думаю если катать допустим ночью если ночью работать когда они работают светофоры радары когда мало дальнобойщиков тогда можно будет заработать где-то лям 200 возможно там лям 500 тем более я возил рейсы именно обычные не от компании потому что есть везде есть от компании там платят намного больше то есть я действительно доволен результатом то есть да изначально когда они выпустили обнову утром зарплата была намного выше то есть я бы за час на разработал бы ну где-то лям 600 2 миллиона минимум то есть зарплата была намного выше они сделали там рестарт и сделали то что зарплата повысилась на 20 процентов но и что это очень хорошо то есть я этим доволен я реально наконец-то добился того чего хотел это повышение зарплаты на работе дальнобойщика теперь можно зарабатывать спокойно за час один миллион один миллион это уже хотя бы деньги раньше мы зарабатывали там 700 800 тысяч этого было реально мало а сейчас я думаю все дальнобойщики будут довольны напишите в комментариях понравилось вам увеличение зарплаты или нет то есть реально очень доволен не хватает только новых точек дальнобойщиком то есть где можно будет брать рейсы я уже предлагал где это можно сделать и хотелось бы конечно видеть у них на фуры на все фуры включая там винилы чтобы было много возможность ставить диски возможность изменить внешний вид интерьер там и так далее поэтому надеюсь что что в будущем это появится но так ребятки мне больше нечего сказать я полностью всем доволен я надеюсь что что вы тоже давайте на этом ролике наберу 200 лайков я буду очень сильно благодарен вся информация из описании под видео поэтому заходите смотрите и начинать играть вместе со мной всем пока пока